Игорь Александрович Щековенко, российский журналист, социолог Игорь Александрович. Мы вас приветствуем в эфире Freedom. Добрый день. Здравствуйте. Игорь Александрович, вот скажите, тут у нас женщин стимулируют в России всяческими способами рожать, так сказать, повышать показатели демографии. А как вот понимать вот этот, так сказать, наступление на то, что женщина в плане работы на тяжелом производстве должна равняться мужчине? Судя из логики, рожать, но в шахтах получается, если продолжить немного идеи моего коллеги. Ну, сняли с языка. Эталоном женщины, так сказать, вот в такой вот традиции патриархальной, была женщина, которая рожала в поле непосредственно. Просто вот там она косит, что-то еще делает, пашет. И вот одновременно во время этого процесса она в промежутках быстренько родила, пошла дальше. Ну, примерно здесь именно таким образом представляется такая практика повседневной жизни женщины в современной России. Что она должна, так сказать, в шахте рожать или там еще где-то. Вот это, на самом деле, вот несмотря на то, что вроде 21 век, Россия это по-прежнему патриархальная страна в значительной степени. Это страна, в которой женщины, если они и допускаются как-то во власть, то они там носят декоративную функцию. Ну, вот яркий пример, например, Валентина Матвиенко, которая является просто декорацией. Ну, так, чтобы была женщина, ее поставили на пост, который абсолютно ничего не значит. Совет Федерации является абсолютно декоративным инструментом, поскольку никакой федерации в России нет. Ну, вот поставили, так сказать, ее, чтобы человек просто был, ну, чтобы так вот отсвечивало. Вот, поэтому Россия абсолютно патриархальная страна, в которой домашнее насилие считается нормой. Ну, просто домострой, так сказать, где насилие над женщинами считалось абсолютно нормальным, более-менее канонизированным. Значит, женщина является абсолютно подчиненным униженным существом в России. И вот эта вот попытка, одновременная попытка превратить женщину в родильный аппарат, которая должна, так сказать, бесконечно производить пушечное мясо, и одновременно снятие запрета на занятие самыми тяжелыми профессиями. Речь идет не о каких-то профессиях, которые возвышают человека, там, я не знаю, космонавт или еще что-то в этом роде. А речь идет именно о тех профессиях, которые явно противопоказаны просто женскому организму, поскольку, ну, действительно, отличия есть, это очевидно. И в данном случае вот то, что одновременно рожать и одновременно работать в шахте, здесь как раз это вот в такой вот русской патриархальной традиции, в которой, собственно говоря, Путин и пытается всячески следовать. То есть русский мир – это именно мир патриархальный, мир мужской абсолютно, мир, в котором женщину готована роль просто вот родильного аппарата. Ну вот давайте тему с рождением детей. Я несколько веду еще зрителей в курс дела. Возможно, кто-то еще не слышал об этом. В России на законодательном уровне решили уже запретить пропаганду добровольного отказа от рождения детей. Законопроект в Думу внесла «Единая Россия». Его уже поддержали в правительстве и в парламенте. Однако дата рассмотрения пока не назначена, по крайней мере, публично об этом не сказано. Инициативу разделили на два документа. Первый вводит запрет на пропаганду отказа от деторождения в сфере медиа, рекламы, кино. Ну а второй – административную ответственность за пропаганду «Чайлдфри», аналогичную закону о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. Предполагается, что россиян смогут штрафовать на 400 тысяч рублей, организациям придется заплатить 5 миллионов рублей. Но все-таки запрет пропаганды и запрет, собственно, отказа от деторождения добровольной – это несколько разные вещи. Но считаете ли вы, что запрет пропаганды уже несколько ведет к тому, что сложно представить, что заставляют, уговаривают отказываться от деторождения? Ну нет же, ведь пропаганда как таковой и не существует в принципе. Это просто запрещено говорить об этом вслух, вероятно, в России теперь будет. А что же по поводу самого процесса? Насколько приближается к этому Россия? Знаете, в данном случае, как и во многих других, это запрет того, чего нет. То есть никто не может найти ни одного факта, когда кто-то там ввел бы последовательную пропаганду, заявление о том, что нет, ни в коем случае не рожайте, рожать плохо, рожать вредно, рожать недопустимо. Но таких случаев просто нет. Точно так же, как попытка запретить движение Чарльд Фри, то есть такого движения нет. Нет такой организации, нет группы людей, которые, не знаю, имеют партийные билеты или билеты общественной организации Чарльд Фри. Нет, есть просто люди, которые выбирают, пытаются распорядиться своим собственным телом и своей собственной жизнью так, как они считают нужным. Ну просто вот есть человек, отдельная личность, отдельное биологическое существо, социальное существо, которое считает нужным устроить свою жизнь так, как он считает нужным. Рожать или не рожать, это личное дело каждого. Давать потом, что не давать потом, что это личное дело каждого. Россия, поскольку Россия давно уже преодолела барьер, который отделяет авторитарное государство от тоталитарного, она целенаправленно влезает в постель гражданам, требует, чтобы они предъявили доказательства того, что они правильно чем-то в своей постели под одеялом занимаются. Оно влезает в тело женщины, пытается хозяйничать в этом теле, объяснять женщине, что ей с этим телом надо делать и заставлять следовать тому поведению, социальному, биологическому поведению, которое это самое государство считает правильным. Государство считает возможным посылать сотни тысяч своих граждан на убой в Украину, где они убивают других людей. Оно считает это возможным, оно считает это правильным. И точно таким же образом государство считает правильным влезать в постель к людям и предписывать им, что там им в этой самой постели под одеялом делать. Ну вот это основной принцип, который характеризует тоталитарное государство. То есть вмешательство в частную жизнь, предписание, что в частной жизни люди должны делать. Вот это вот основа. А то, что весь этот запрет бессмысленный и безумный, это совершенно очевидно, потому что нет такого, вообще нет предмета запрета. Нет организации, нет людей, которые пропагандируют, выходят на площадь или создают какое-нибудь, я не знаю, средство массовой информации или YouTube-канал, в котором говорится гражданам, нет, ни в коем случае не рожайте. Это личный выбор человека. И вот этот личный выбор пытаются запретить. Каким образом это будет делаться? Это может быть введение налога на бездетность. Это может быть какие-то, я не знаю, там, публичные скандалы и так далее. Но попытаться каким-то образом наказать человека за то, что он не хочет, так сказать, производить пушечное мясо для Путина, ну, технически это, хотя, в принципе, они могут изобрести какой-нибудь повышенный налог на бездетность, который действительно будет существенно бить по карману гражданам. Но здесь, я бы сказал так, безумие этого закона, оно, предполагаемо, оно обрекает на избирательность его применения. То есть, невозможно наказывать всех людей, у которых нет детей. Дальше начинаются проблемы медицинского характера, социального характера. Есть еще безумное выступление одного попа, значит, представителя Русской Православной Церкви, который говорил о том, что бедность не должна являться причиной отказывать детей. Не важно, что ты находишься в нищете, не важно то, что ты выживаешь еле-еле, ты все равно обязан заводить детей, несмотря на то, что тебе нечем их кормить. То есть, государство, вместо того, чтобы, ну, пытаться как-то, в конце концов, стимулировать рождаемость тем, что создается нормальные условия для жизни людей, вместо этого оно пытается вводить вот эти идиотские совершенно меры. Люди не рожают в России, потому что у них нет перспективы, у них нет горизонта планирования. Как можно рожать детей в нынешней России, когда идет война, когда совершенно непонятно, что будет завтра. То есть, и вот эти вот пропагандисты, и законодатели, которые этого не делают вид, что не понимают, они на самом деле пытаются заставить делать людей то, что люди просто не хотят, в силу определенных обстоятельств. Личностных, социальных, политических, это совершенно не важно. Но, опять-таки, вмешательство уже в личную дело, в личную жизнь людей, это особенность тоталитарного государства, каким Россия в настоящий момент является. Ну, вот сейчас вы, Игорь, в принципе, свели к тому, что мы сейчас занимаемся информационной фармацевтикой, то есть пытаемся лечить следствие, а не причину. Но, по-моему, в России нужно одного, вернуть мужиков. Будет и рождаемость, и шахтеры появятся в шахтах. А причина тут одна. То есть, нужно провести на теле России операцию по удалению Путина. Как считаете? Да, безусловно. Безусловно. То есть, то, что сегодня вот эта раковая опухоль, которая образовалась на теле, я бы шире сказал, на теле человечества, человечество, это путинская Россия, путинский режим. И, безусловно, для того, чтобы удалить эту раковую опухоль, необходимо этот режим уничтожить. Ну, тут, понимаете, да, безусловно, так сказать, катализатором, центром этого режима является лично Путин, но там режим уже дал метастазы. Эта опухоль, она уже дала метастазы серьезные. И здесь уже, безусловно, Путин является причиной, истоком этого, этой болезни. Но сейчас дело уже не только в Путине, безусловно. Это уже серьезная, серьезная, разветвленная болезнь, которую придется, думаю, что лечить хирургическим путем, причем, я бы сказал, радикальным. То есть, просто изъятие Путина уже болезнь не остановит. Скорее всего, речь идет об изменении самой основы государственности, и, скорее всего, исчезновение государства России в нынешнем его виде. И, ну, иногда говорят о переучреждении России. Но, скорее всего, это переучреждение будет связано с изменением государственных границ Российской Федерации. Россия в том виде, в каком она сегодня существует, уже не может существовать, не представляя угрозы человечеству. Еще также о том, что необходимо создавать условия для жизни, для того, чтобы хотелось все-таки, чтобы детей в семьях становилось больше. Депутат Российской Госдумы Жанна Рябца в эфире одного из пропагандистских телеканалов заявила, что студенческие семьи самые лучшие заниматься воспитанием детей вовсе должны бабушки и дедушки. Но при этом стимулировать рождаемость деньгами назвала плохой идеей. У нас есть цитата, после нее продолжим. Нужно уже семьи формировать в институтах, потому что лучшие семьи студенческие. Самое главное, чтобы у девушки, у молодого человека, уже была вторая половинка. Чтобы это было не просто какое-то увлечение, а они понимали, что они друг с другом идут вместе. И тогда можно рожать 18-19 лет, когда понимаешь, что рядом человек, который с тобой на всю жизнь. Рожать, рожать, еще раз рожать, нужно рожать. Жанна Рябцева, депутат Госдумы РФ. Завершение этой цитаты, мне кажется, феноменально сложно сравнить с любой другой, даже самой глупой, но вместе с тем. А вы вот как считаете, мы-то можем по-разному относиться к таким заявлениям, к таким цитатам, они нам могут казаться несколько комичными. Ну а насколько это правда может иметь эффект? Потому что если со всех утюгов звучит рожать, рожать и еще раз рожать, это ведь по-разному может восприниматься в обществе. Знаете ли, вот формирование той самой новой нормальности. И знаете, на контрасте с тем, что раньше говорили, что только воевать нормально, а теперь вот, пожалуйста, нам предлагают еще семьи создавать, деток рожать. Вот как это может восприниматься? Вы знаете, здесь уже в нашем эфире прозвучало слово фармацевтика. И когда одновременно предлагается воевать и рожать, то мне это напоминает такую тоже фармацевтическую шутку, когда человеку дали одновременно снотворное и слабительное в больших количествах. Вот, то есть воевать и рожать одновременно. Значит, то есть фактически предлагается, ну вот здесь это госпожа депутат предложила, значит, рожать студенческие семьи, рожать, рожать и рожать. То есть, значит, мужа, скорее всего, заберут сейчас на войну, где он аккуратненько ляжет в украинский чернозем, ну а, соответственно, жена должна в это время каким-то образом рожать. Во-первых, непонятно от кого, а во-вторых, даже если она успеет, родить от мужа, который тут же будет уложен в украинский чернозем, то возникает вопрос, а где тогда гармоничная семья, о которой она говорит? То есть это безумие одновременно посылать людей на войну, мужчин, прежде всего, пока мужчин. Кстати говоря, я не исключаю, что когда мужчина кончится, Путин ведь воевать все равно не прекратит, это очевидно. Путин будет воевать до тех пор, пока он в власти. Я не исключаю, что через какое-то время, если в шахту можно, то почему на войну нельзя? Поэтому, что тогда, что рожать на войне? Ну, то есть, на самом деле, безумие этой политики, которая одновременно, так сказать, ратует за то, чтобы продолжать войну любой ценой, и с другой стороны рожать. Причем, вот если разобраться, а в чем, так сказать, смысл этой политики, когда говорят, что у нас демографическая катастрофа, не хватает людей, Путин что, собирается воевать до скончания века? То есть, он собирается еще воевать не менее 20 лет, потому что вот это вот демографическое пополнение, к которому Путин призывает, и вся его информационная обслуга призывает сейчас, они, так сказать, смогут подготовить новую партию пушечного мяса, ну, все-таки, ну, если не через 20 лет, то, по крайней мере, через 18. То есть, на самом деле, это свидетельствует как раз о том, что Путин собирается воевать всегда, вне зависимости от того, что сейчас будет происходить на фронте. Это еще одно, еще один аргумент для того, что человечеству необходимо срочно провести на своем теле операцию по изъятию вот этой раковой опухоли под названием Путинская Россия. Игорь Александрович, спасибо за этот разговор, спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Игорь Яковенко, российский журналист и социолог, был с нами на связи. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом, вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.